Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, преливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, сегодня 26 февраля, среда, и сегодня у нас необычный день. Он необычный и прежде всего в богослужебном смысле, потому что мы все прекрасно уже знаем, что это крайне подготовительная неделя перед Великим Постом и так называемая Сырная Седмица, и так устроено в богослужении, православном богослужении, что Церковь уже начинает переходить на Великопостное богослужение и в среду, и в пятницу. Это дни, которые являются постными на протяжении всего года, за исключением сплошных седмиц. И в эти дни мы постимся. В последнюю подготовительную неделю, точнее, в седмицу, среда и пятница, тоже сугубо и постные дни. И они постные в контексте... Ну, мы уже отказались от мяса с вами. И прежде всего, эта их постность, она выражена в богослужении, потому что Церковь уже в эти дни, в среду и в пятницу, начинает совершать богослужение великопостным чином. Уже в среду и в пятницу начинает читаться молитва Ефрема Сирина, в которой говорится слова всем нам знакомые, «Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, недашними» и так далее. Именно в эти дни мы уже переходим на богослужение. Хотя в четверг еще служится литургия и еще не Великий Пост. Но в пятницу опять мы подходим к именно такому режиму богослужебному. И поэтому в этот день, как и во все седмичные дни Великого Поста, не положена полная литургия. Соответственно, она и не совершается. И за богослужением, соответственно, не читается Евангелие, и не читается Святой Апостол. Богослужебная книга. Но в этот день читается отрывок из ветхозаветных пророков. И сегодня Церковь предлагает нам обратить свое внимание на пророка Иоиля. Иоиля – это вторая глава пророка, стихи с 12 по 26. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Но и ныне еще говорит Господь, «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдания. Раздирается и сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и милосерд. Долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни и говорят, «Пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы, для чего будут говорить между народами, где Бог их?» «Когда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой, и ответит Господь и скажет народу своему, «Вот, я пошлю вам хлеб и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам, и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся, веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные и пастбище, пустыни, произрастут траву, дерево, принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза скажут, окажут свою силу. И вы, чадо сиона, радуйтесь, веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в миру и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумна хлебом, и переполнится подточилия виноградным соком и элеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница. Великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Итак, дорогие братья и сестры, как мы уже сказали, сегодня читается отрывок из пророка Иоиля. Вообще, это пророк, который входит в корпус, пророческий корпус Ветхого Завета, и он относится к малым пророкам. Но не малым не в том смысле, что его значение мало, а в том смысле, что у него значительно меньше глав и текстов, нежели у пророков великих, таких как Иса, Иезекииль, Иеремия. И не случайный выбор сегодняшнего отрывка. Он о посте. Если говорить о времени служения пророка Иоиля, когда он совершал свое служение, когда он вышел на проповедь, то здесь ученые спорят. Кто-то говорит, что это была эпоха IX века, что это было время правления царя Рваама II. Есть специалисты, которые говорят, что это эпоха уже послепленная, послецарская эпоха, потому что нет упоминания служения на высотах, нет упоминания о том, что упоминания каких-либо царей, и основные действующие лица – это священники, и основное святое место – это Иерусалим. Но, с другой стороны, традиция, поставляющая Иоиля, древняя традиция в период пророков Амоса и Осии, говорит о том, что это древний пророк, древнее плена, допленный период. И, конечно, поставить окончательную точку в этом споре невозможно. Но это не умаляет для нас смысла данного текста, который как раз-таки и повествует нам о том, о том важном значении поста, который берет свое начало еще из Ветхого Завета. Что это не просто какая-то дисциплинарная, дисциплинарная, скажем так, аскетическая практика, которая пришла к нам, по мнению некоторых, из стоической философии, хотя действительно стойки, философы античные, они отчасти повлияли на развитие аскетического учения церковного, но сама практика поста, она очень древняя. И здесь мы видим суть, в чем заключается суть поста по пророку Иоилю. Он говорит, ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плача и рыдания. Господь требует от человека вот этого обращения, а обращение – это изменение, это перемена, то, что в Новом Завете называется покаяние, изменение жизни. И здесь Господь требует от человека именно перемены своей жизни, и это переменение должно сопровождаться неким анализом своей предыдущей жизни, жизни греховной, и нужно обратиться именно сердцем, не только разумом, а сердцем, а сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит, как мы читаем в 50-м псалме. Обратиться, когда человек увидит свой грех, сами слезы польются, вне зависимости от нашей стойкости. Поэтому, говорится, в плаче и рыдании. Далее, очень важное замечание – раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. Было принято, и мы знаем это, видели это, читали в Евангелии о том, что на суде Христа первосвященник раздирает на себе одежды. Так вот, не нужно раздирать одежды, не нужно этого внешнего, нужно внутреннее изменение своего сердца, о чем и говорит здесь нам пророк Иолий. Он говорит, «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд». Очень важно нам об этом помнить, что мы должны изменять свое сердце прежде всего, изменять через сердце, изменять свою жизнь, образ своей жизни. И далее, в конце сегодняшнего отрывка, говорит о том, что Господь, когда мы пройдем этот путь поста, когда мы изменим свое сердце и получим ту свободу и ту радость, и будем питаться пищей, которую дарует нам Господь. Пища – это действительно радость, о воскрешенном Спасителе, к чему мы и стремимся, к достойному принятию Светлой Пасхи Христовой, конец, логический конец Великого Поста, это встреча воскресшего Спасителя. И всем нам, я желаю, настроиться и своим настроем выбрать книги Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. Будем стремиться познать Господа. До новых встреч, дорогие братья и сестры. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, принивы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова